Так, и казалось бы, друзья, мы все уже закончили, но проблемка заключается в том, что нам надо сделать еще антураж. Как бы можно обойтись, но без него неинтересно. Вот лампа, казалось бы, немного она должна внести, но именно вот эти мелкие детали как раз помогут нам сейчас с этим справляться. Так, с чего мы начнем? Я думаю, мы можем взять, ну, скажем так, возьмем сейчас круг или не круг. Так, сначала попробуем выполнить центральную часть. То есть я хочу воспользоваться этим скрюмом. И поэтому проще всего, вот, ребят, проще всего нарисовать, конечно. Вы потом убедитесь, я буду рисовать верхнюю часть, вернее, моделировать верхнюю часть. И вы убедитесь, что рисовать гораздо проще. Но при условии, что все точно, и при модификаторе скрюм, он нас не подведет. Так, выделяем. Вот так. Идем в модификатор, говорим скрюм. Вот, видите, он сделался таким, каким нам нужно. Там, где фитиль, там, где все вот это. Так, единственное, я бы такой скруглил здесь кое-что. Вот, видите. Жалко, что я не могу сразу. Может быть, есть возможность вот здесь делать такие закругляшки. Но пока я вот никак не найду, где это. Я пробую, но это ничего хорошего не приносит. Поэтому, я думаю, самым простым способом было не мучиться вот так. Ну, нет. Я то попробовал, это попробовал. Видать, надо конкретно позаниматься и тогда. Или в самом начале скруглять. Если не сделал в самом начале, то мы можем сказать, что... Так, может быть, ее превратить в мышь? Ну, так сказать. Мышь. Вот. Теперь она должна сработать. Правильно. Вот, видите. Теперь выберем это ребро. Там уж очень большую сетку он делает. Зараз какая. Себе не мощный компьютер, я бы, наверное, пропал. Так. И Ctrl-B. Вот так. Подокруглим маленечко. Колюстико вращаем. Есть. Хорошо. Следующее, что меня интересует, это, наверное, стекло. И воспользовавшись, пока идет... Так, удалим сейчас свет, удалим. Видите, свет удалим. Воспользовавшись этим моментом... Ну, нет, нет. Нет, мне надо быть ссылкой. Вот она. Курва нам надо. Ну, давайте так и сделаем сейчас. Отступим мы немножечко. И вот таким образом... Скажем ему скрю. Так. Аккуратненько. Теперь... Уходим. Говорим. Объект. Вот. Вот так. Может быть, подтянуть чуть-чуть. Теперь это не отвяжется, вот зараза. Мы возьмем просто G. Это карандаш. Куда девалась-то? Как я говорю? Ну, бог с тобой. G. И можем подтянуть. Вот так, допустим. Да? Все. Смотрим на референс-картинку. И тут не обязательно точно делать. Но, во всяком случае. Вот она. Скрю. Получили такую баночку. Но у нее нет толщины. Поэтому, когда мы будем текстуру стекла делать, сможет подвести нас эта штука. Посему, сначала мы превращаем ее в меж. Да? Смотрим. Вот красивый меж получился. И теперь, скажем так. Вот он скреб. Увеличим его. Так вот. Смотрим. Здесь будет видно, сколько мы добавили. Ну, вот так достаточно стекла. Мы с вами будем делать не такую прям точную копию. Прям со всеми тут бомбасами, что у нее есть. Самое сложное, это вот эта сетка, которая накинута на лампу. Я думаю, мы ее делать не будем. При миллиметровой тому. Так, сейчас сетарежим геометрию и немножко поработаем. Потому что она должна быть на вот этой пипке сидеть. Давайте мы ее посадим туда. Ну, я думаю, дальше глубже надо. Так, так, так. Дайте подумать. Цилиндр. Теперь можно будет заниматься этим. Сожмем. Потащим сюда. И начнем такую чашку формировать. Чашку, чашечку. Нужно было только оставить. Но что-то мне подсказывает, что лучше, если мы ее вот туда подведем правильно. Так, и теперь можем уже спокойно чашечку делать. Давайте. Не-не, надо нам вот эту выделить. Вот эту и расширить я немножко. Сделать такую чашку. Вот. Так вот. А в нее уже, ну, если есть желание, можно тоже толщину сделать. Немножко ее приплюснуть туда, внутрь. Вот так. Ну, немного сжать. Теперь, если совсем красиво хотим, можем выбрать нижнее ребро. Вот так. И Ctrl-B. И вот так вот мы ее сделаем действительно чашечкой. Ну, это много. Ну, вот так достаточно. Толщину мы можем сделать просто тем, что вот тут выбрать тоже вот эти ребра. Я имею ввиду верхние. Так. Можем примерить сначала эту. Правильно ли она сидит? Видим, что большевата у нас получилась. Это не страшно. С. Уменьшили. Вот так. Ну, нет, я думаю, что не надо здесь никаких фокусов этих. Проще будет. Ну, она будет трудно здесь работать. Там надо включать угловую. Ну, зачем это здесь? Я вот думаю. Ну, давайте примем на это дело. Выделим сейчас просто ребра вот здесь. Да, выключите. Черт. Так, где у нас ребра? Где будем делать талию? Вот это ребро. Зажимаем Alt. Так. И говорим И. Нет. Мы говорим Е. И потянем С. Тоже. Вот сюда. Все. Больше вам ничего не надо. Все хорошо. Идем дальше. Теперь надо нам наверх. Теперь я покажу разницу, когда я буду действовать с помощью не скрюб, а действительно вытягивать полигон за полигоном. Нудно. Долго. Можно же было быстро это все сделать. Но я решил попробовать посмотреть сам, насколько это будет дольше. Я взял кружочек. Вот так его раздвинул. Ну, а теперь, в общем-то, вопрос такой, что мы будем с вами действовать следующим образом. Кнопочка Е. Мы ее поднимаем. Да, допустим. Или пускай, не важно. Вот сюда выпустим кнопочка Е. Теперь здесь опять выбираем. Это Alt. Щелчок. Да, да. Иногда бывает промахиваешься. Alt. Щелчок. И пошли. То есть, вся эта деятельность будет состоять из того, что я буду нажимать Е, поднимать с помощью G, потом опять. То есть, здесь три кнопки. Е, S иногда, чтобы внутрь завести. Так. То есть, нажимаем Е, потом S, потом нажимаем G и Z. Для того, чтобы поднять. Вот все. И таким образом мы сейчас будем делать. Здесь, чтобы было прямо, мы берем Z. Ну, а теперь пытаемся повторить эту форму. Растягиваем. Опять. Е. Поднимаем. На определенную вот такую небольшую высоту. Дальше опять Е, S. Нажимаем. И Е, Y. Немножко. Нет, тут G. То есть, когда мы двигаем, мы нажимаем G. Когда мы прибавляем полигон, мы нажимаем E. И чтобы прямо было Z, подстраховываемся. Так. Видим, что там тоже есть порожек небольшой. Так что этот порожек мы и делаем. Ну, не знаю, видите, как бы, мне кажется, все-таки с этим было проще. Скрим. Наделать этих. Кривых. Ну, если она идет, то, в общем-то, почему бы не так Е, S раздвинули. Надо небольшую крышу сделать. Подняли наверх. Еще один ряд. Да-да. Так, промахнулся. Все промахнулся, то, назад. Вот так. И сжимаем S. Да, что такое. Давай-ка. Угу. Z. И сжимаем. И опускаем. Слишком большая крыша. Это будет G по Z. Так. Заглядываем. И говорим F. Все. Закрыли. Вот у нас получилась такая башенка. Слишком высокая, слишком узкая. Но, бог с ним. Я говорю, что у нас... Он выполняет роль просто какой-то такой... Декоративный элемент. Теперь нам надо сделать вот эти две боковины. Они совсем простые. Если бы они были совсем простые. Но я вам покажу, как сделать непростые. То есть, сначала мы можем, конечно, взять... Здесь... Выделить эти... В English опять появился. Да, что-то. Какое-то сочетание KF влияет у меня на смену языка, зараза. Вот видите? Раз, опять. Это связано что-то с Alt и Shift. В том... Мы ничего, сейчас справимся. Выделяем все. Где мы хотим, чтобы у нас было закругление. И говорим Ctrl-B. Двигаем. Уменьшаем колесиком количество этих. Нам много не надо. Так... Вот так. Вот. Пришел. Так-так-так-так-так-так. Ну, что. Пожалуй, тут все вот эти удалим лишние. Потому что не очень красиво было. Поэтому пришлось мне трансформацию удалить, чтобы она действительно работала правильно. Еще раз. Вот теперь Ctrl-B. Потянули. Вот теперь будет красиво. Все хорошо. Не перестараться. Главное... Ну, вот. А теперь вот эти самые главные элементы. Это все было ничья. А вот сделать две таких заговоренные, конечно, немножко сложнее будет. Так. Ну, я предлагаю взять... Так. Какой же элемент мы возьмем? Давайте Plane возьмем. Вытащим его с помощью GX наружу. Где он там? Вот он. Я в прошлый раз, когда делал рога, я понял так, что если делать вот так конкретно из квадрата, то оно не так немножко получается. А я знаю, на этой лампе как раз она ромбовидная такая. Поэтому нужно сейчас выставить... Так. Во-первых, перестать говорить, что это P. Selection. Да, что это одно. Один. Никакой не один. Отдельный. И мы возьмем сейчас и постараемся его повернуть на 90 градусов. Курсор сначала... Вернее, поставим центр этого пилота. И начнем его ставить на попа. Иногда это бывает прям, ну, просто идиотизм какой-то. Бывает такое. Когда вместо Y начинает подключаться Z. Я не знаю, с чем это связано. Но бывает иногда, вот действительно. Вот прям вот. Вот, сейчас Y был. Пишем 90. R, Y, 90. Видите, подключается и все хоть то обе сего. Ну да ладно, мы можем поправить это вот там в строке. Вот здесь можем сказать ровно 90. Остальное сказать ноль. Ноль. Так. Ага. Но не так. Развернуть его надо. Тоже на 90 здесь. Вот. И поставить его под 45 градусов на попа. Или вручную лучшую. R. Давайте повернем. Вот так нам надо. Видите, минус 45. Хорошо. И вот теперь из этой штуки мы будем медленно, потихоньку делать вот эти два. Ну, мы будем делать один. Зачем нам два, правда? Тем более, я говорю, мы не делаем точно копию. Мы делаем подобие. Потом мы ее страшно уменьшим. И поставим. Повешиваем на. На специальную вот такую я сделал подставочку, подвесочку. Куда она будет садиться. Я сначала было не хотел делать. Думаю, да, ну, слишком много уже. Это уже 11 видео. А с другой стороны, каждый раз что-то новое, интересное. Допустим, я и такие лампы не делал. Ну, почему бы нам не сделать такую лампу, да? Тем более, ее можно отдельно продать. Если что. Да-да. Ну, немножечко еще добавить детали. Дырочек там, туда-сюда. А можно и так продать. Ну, а здесь тоже у нас будет E, R для поворота. Сначала уменьшим чуть-чуть. Скажем, что... Сета-режен будет в геометрии у нас. Вот. И здесь очень простая схема. Мы с помощью E вытаскиваем этот полигон. Вот этот. Да? Вот E. Так. Давайте. Вот. Потом мы его с помощью R разворачиваем. У нас есть S для увеличения или уменьшения. У нас есть G, который помогает нам выбрать направление. И так вот мы и будем делать. То есть E, S. Немножечко расширить, может быть. И опять E поворачиваем. Опять тянем. Ну, теперь можно на полную вытянуть. Вот так. И еще немножечко уменьшить. Наверх она немного утончается. Чуть-чуть. Вот. И тоже подвести. Те же самые действия. E, R, G. Опять E, R. Поворачиваем. Но проблемка в том, что она не туда идет. Она должна наполовину. Вернее, меньше и должна быть. Где-то не в районе крыши. Видите, это уже крыша там. Можно, конечно, уменьшить это дело. Но она же уменьшится вся. Поэтому я думаю, что можно отступить назад. Не-не-не. Видно, что мы не туда идем. Можно отступить назад. И теперь мы уже с учетом первой ошибки тянем так, как нам можно. Давайте. С помощью G мы двигаем. Теперь мы должны попасть туда, куда нам нужно. Три волшебных кнопки. Е, R, G. Е, R, G. Если нужно, то подключаем S в расширянии. В принципе, просто, ну, надо просто навык иметь. Если навык есть, то занимает не так уж много времени. Я думаю, это самый лучший из тех способов, чтобы добиться именно вот такого результата, когда она вся такая ромбовидная. Давайте еще. И вот теперь можно ее выровнять и загнать туда. Теперь, я думаю, если что, можно, кстати, и уменьшить полностью. Итак, E. Все. Теперь как объект с ним можно работать. То есть она у нас отдельная, ни к чему не прилепленная, я так думаю, надеюсь, во всяком случае. Ну, думаю, не повредит, если бы мы ее немножко уменьшим. То есть S и по Z. Вот так. Все в отличинько. Можем это дело все превратить. Конечно. Я хочу еще сделать ребра. Дело в том, что это не обязательно. Совсем не обязательно. Это даже, может, совсем не видно будет. Но я просто решил попробовать, что если я ее буду продавать, то с этими ребрами она будет выглядеть лучше. Я сделаю ребра по бокам, а серединку сделаю бэвел. Самый центр. И тогда он получится именно так, как вот на этом рисунке. На этой фотографии. Это не рисунок. Поэтому затрачу немножко времени. Это много не займет. В то же время будет интереснее выглядеть. Эти две можно сдвинуть. То есть это дело такое, знаете, экспериментаторское. Не особо можно этим заниматься. Можно и не делать. Можно делать это. Я оставляю вам. То есть я беру теперь центральную. И говорю бэвел. И тогда она у нас не острая. Получается такая вот. Как раз, как на той картинке. Вот. С этого края можно сделать. И с этого края можно сделать. Так. Время, я думаю, уже пошло на перебор. Но ничего. Сделаем так. Сделаем. Что же теперь? Ну, уже надо сделать это. Из этого не обойдемся. И то же самое. Что вот на том ребре. Делаем на этом ребре. Все прекрасненько. Тут тоже. Ctrl-B. Приближаем. Так. А центральная. Или это был Ctrl-R. А центральная. Ctrl-B. И раздвигаем. Ну, можно с помощью S по Y сдвинуть. Как бы шов сделать искусственный. Вот так вот. Теперь выбрать все. И вот из этого нам нужно вытащить. Там такие кольца. Вернее, проушины такие. И вот из них мы можем сделать тогда... Я не думаю, что мы дырочкой будем делать. Еще буревые операции сюда подключать. Нет. Не думаю, что... Вот, мне кажется, косов. Да. Закосил. Поэтому сейчас еще разочек. Не забываем E. Так. Ну, а тут уже можно как угодно сделать. Посмотрим спереди. Все нормально. И теперь тянем. Вот получили это. Проушину. Но я думаю, самое простое было бы, если бы мы поставили туда кольца от колец. Сделали это. Но сначала нам надо ее размножить. То есть... У нас это режим под 3D курсору. И теперь меру. Модифер. Надо применить модифер. И он у нас... Вот он. Ну, это явный признак того, что оно ведет себя так, да? Что у нас там трансформация не на нулях. Вот теперь на нулях. Все. Дальше я бы такой, чтобы... Все-таки эти два колечка поставил. Ну, это просто здесь... Я возьму сейчас кольцо. Ну, надо бы отключить, конечно. Вот здесь. Здесь колечко, там колечко. Вот эти вот... Вот, курму... Вот, курму взяли. Теперь ее надо поднять и поставить на место. Вот так. Под 90 градусов. И тянем. Устанавливаем так, как нам нужно. Крутится, вертится. Шар голубой. Вот так, да. Поставили. Еще немножко подведем. Ну, я думаю, там достаточно будет. Теперь нам надо сходить в курму и сказать, что у нас биометрия, вот этот дельф, толстенький, вот такой. Ну, и шеф-д, чтобы не вывозиться с этим... С мирером. Сюда ставим. А здесь нам надо сделать то, на чем она подвешивается. Благо у меня есть такая лампа, я знаю, как она выглядит. Здесь ее не видно. Вот так. Скажем, здесь и потянем сразу. Если ее делать сразу такими круглыми делами, то она, в принципе, она работает неплохо. И тоже нам надо... Вот она цепляется, это прямо вот ужасная штука. Цепляется. И надо отцепить. Теперь вот так. И тоже, да. Вот так делаем. Какой нам надо толщины. Так, осталось сделать подъемный механизм. Ну, он там... Мы сделаем только намек на это. Или сначала сделаем заливную горловину. Ну, как я стал говорить по-русски. Заливная горловина. Иногда вспоминаются слова. Иногда забывается. Я стал хуже говорить по-немецки, зато... Я это сам замечаю. Так, ну, потому что все с вами, да с вами. А с немцами я перестал вообще общаться. Мне как-то не по-барабану. Итак. Так. Сюда. Теперь... Выберем эти кружочки. И... Alt-E. И вот этот. Который по нормальному действует. Хорошо. Далее... Ctrl-B. Делаем гругленькую. И нам надо теперь поставить ее на место. Объект. Давайте пристроим ее в центр. Вот так потихоньку у нас вырисовывается нужная конструкция. Выглядит она неплохо. Несмотря на то, что мы вверх, конечно, надо было толще сделать и ниже. Но это... Неизвестно, какой фирма, скажем так. Правильно же? Так. Мне кажется, нужно быть побольше чуть-чуть. С этим как раз и нет проблем. Да. Точно. Увеличиваем. Там она... Такая вот как раз... Большенькая горловина. Так. И подъемный механизм. Во всяком случае, вы симуляцию. Тут простенько сделаем так. Типа так вот. Вот как-то нарисовано. Но особо, я говорю, не будем выделываться так. Сюда. 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 Там еще есть механизм, пластина. Но это перебор. Так. То же самое. Включаем. Говорим, что депп. Потомше, 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 потомше. Вот так. Вот он уже напоминает. Последнее, что бы я сделал... Вот я сделал бы отверстие вот тут. Там видите? Наверху. Особо не заморачиваясь. Не считая там ничего, сколько там чего. Отверстие. Я сделаю здесь шесть. Так. Сначала здесь. Теперь. Ctrl-R-чика здесь проделаем. Нет, не тут, не тут. Вранье. Вот тут. Вот так. Да. Теперь просто выделяем полигоны. Вот так. Здесь, допустим, шесть. Удалили. Фейсы. Вот так. Пошли сюда. Здесь тоже шесть. Ну, а с боков чего получится уже. Один из проблем. Дальше. После того, как я закончил, я соберу это в два файла. Один файл будет полностью лампа, а второй стекло. То есть там, где стекло, я назову глаз. А остальное я просто соединю все файлы. Если вижу я там модиферы, их надо сказать и play. Вот два модифера стоит. И эти все курочки превратить в мыши. И тогда, в принципе, можно вставлять в сцену. Так, ну вот, в принципе, мы сделали последний антураж. Предпоследний. То есть я сделал лампу, которой мы сейчас сюда ее причпандорим. Так. Это будет у нас Append. Лампа. Объект. Здесь два кнопок. Сама лампа и стекло. О, какая большая лампа получилась. Давайте поменьше сделаем. На место повесим. Так. Ну, во-первых, она должна быть Rpz на 90 градусов. Вот так. Далее смотрим сверху. И берем ее бесконечно. Так вот. EG. Где-то вот туда она должна висеть. GPXO вот сюда. Ну, она должна быть еще, наверное, поменьше. Хотя тут все мультяшное. То есть совсем не обязательно. Также. Видите, я же делаю подпорочку сюда. Вернее, вешенку. Так. Вот же наверх. Так. И GPXO. Вот сюда ее. И смотрим, села она не села. Ну, вроде как села. Еще GPXO чуть-чуть вниз. Вот так. Вот. Теперь мы ее можем сказать, что она у нас будет гласно сделаем. Синенький, да? Не совсем скажем такое. Слабенький. Ну, нет. Такой будет перебор, наверное. Так. Ее мы сделаем сейчас склещем. Сделаем склещенный цвет. Вот такой, да. Ну, какой-то... Не хочу сказать. Но выражение не поносное. Вот так. Нажала лампы. А здесь сделаем... А, мою. И голубое. Чуть-чуть голубое. Вот так. О, прозрастный такой. Все. Хорошо. Ну, что, друзья мои. Почти готово, да. Но нам надо еще для антуража там кактус, какие-то растения здесь, камушки побросать. Тогда будет он более-менее смотреться по-другому. Окей? Ну, и вот. Не нравится мне этот цвет, честно говоря. Лучше вот такое сделать. Вот так. Так будет лучше. Это для заставки. Хорошо. На этом прощаемся. Все.